Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в Escape from Tarkov. Шел день 23-й, пути со дна с прокачкой с нуля. Извиняйте, что задерживая выпуски, возникли небольшие трудности. Сегодня я решил заняться квестами, ведущими в лес. Накопилось много квестов, которые нужно выполнить на этой локации. Да и от берега и лазурного уже оскома, нужно какое-то разнообразие. Поэтому сегодня будем делать квесты с закладкой предметов, меткой некоторых объектов и так далее. В общем, всё увидите. Когда мы строим планы, боги смеются, поэтому походу разберёмся. Александр, Роман Лебедь, Роман, Пиксель, Стрелок. Спасибо огромное, что балуете меня щедрыми бонусами. Итак, лес, я иду. Всем приятного просмотра. Понеслась. Последовал дельному совету, который оставили в комментариях. Поставил себе видеокарту в ферму Биткоин. Теперь захожу просто в игру, время от времени забираю Биткоин. Продаю, остаюсь в плюсе по деньгам и могу позволить себе каждый выпуск теперь покупать воздушный фильтр. Благодаря этому есть 40% бонуса к прокачке физических способностей. Да, уютненько тут у нас, тепло и сухо. Библиотеку бы ещё сюда поставить. Хотя можно и так вечерину устроить какую-нибудь. Например, отпраздновать день рождения нашего партнёра, рейд Shadow Legends. Это уже вторая годовщина, и рейд за это время добился удивительных результатов. На день рождения пожелаем рейду стабильно позитивной динамики в развитии и не останавливаться на уже достигнутых вершинах. А моё любимое место для игры это Бастион, где можно подробно рассмотреть чемпионов, их параметры и навыки. Ля-ля-ля! А вообще я люблю режим кампании. Мне удалось пройти все главы, правда не на все звёзды, но это в процессе. В кампании начинали прокачиваться и набирались опыта почти все чемпионы из моей коллекции. А когда требовались, например, зелья для развития базовых навыков чемпиона, я отправлялся в подземелье и выбивал их у одного из десяти боссов. С 1 марта до середины апреля в рейде будет 6 недель мероприятий и турниров в честь дня рождения со вкусными внутриигровыми призами и, кстати, пройдёт первый турнир среди кланов. Я уже 27 уровня под ником Гроза Востока. Пока ивенты, вливайся в игру. Тем более рейд проводит конкурс среди новичков, что скачают игру по моим ссылкам в описании в период с 1 по 31 марта. Рейд разыграет три iPhone 12 Pro и один iPhone 11 Pro среди случайно выбранных участников, которые достигнут минимум 20 уровня до конца месяца. Чтобы стать участником конкурса, не забудьте обязательно подключить свой аккаунт к Plarium ID. Все дополнительные подробности о конкурсе вы найдёте на сайте конкурса по ссылке в описании. Друзья, каждый ваш переход по моим ссылкам – серьёзная поддержка канала. Не забудь пройти тьюториал – это обучающий этап в игре, который займёт не более 5 минут. Помоги мне собрать 90 тьюториалов, и я разыграю уже 3 апгрейда версии или 3 стандартных издания. Прогресс прохождения тьюториалов буду обновлять в описании под видео. Крепко жму руку тем, кто поддержит такую движуху на канале. Не откладывай на потом. Переходи в описание под видео или сканируй QR-код, качай рейд только по моим ссылкам, и в качестве нового игрока получи 3 древних осколка, 50 рубинов, 100 тысяч серебра, а также крутого чемпиона Йотуна в качестве бонуса. Бонус в силе только следующие 30 дней. Удачи нам в рейде. Проморгал немножко лыжника, можно оказывается торгнуть в 100 тысяч и открыть 4 уровень лояльности. Кой-чё продал по барахлу, и докуплю у него евро, 2000 и... Огонь. Как раз хватит, чтобы 4 левел апнуть. Здравствуй, лыжник максимального уровня доступа. Ещё открылся идеальный переговорщик квесту прапора. Пассивный квест, но награда более чем достойная. Могу потом забрать оружейный сик-контейнер, который стоит больше 10 миллионов. Эти деньги я смогу вложить в прокачку убежища. Плюс варю постоянно в убежище некоторые предметы. Вот ВД-40 квестовый, например. Теперь я закрываю путёвку в санаторий, часть третью. Тряпки, разные вещи, которые нужны по квестам, варю потихоньку. И путёвка в санаторий, часть четвёртая, открывается квест. Генераторы в правом и левом крыле. Это всё делается на локации берег. Сегодня мы это делать точно не будем. Зарядил также варку в убежище UHF AirFit. Так что квесты пассивно, варятся потихоньку, делаются. Всё это дело готовится, и это хорошо. В общем, сегодня на локации лес кровь войны, часть третья. У нас на повестке дня пометить три схрона с топливом в локации лес. Плюс благодарность квест оставить балаклаву призрак, арафатку, рейбенч очки и скруглая правая очки. Осведомлён, значит вооружён. Нужна будет одна вай-фай камера. И плентлизу пару предметов надо будет притаранить. Они находятся тоже на локации лес. Значит, беру с собой деньжат и возьму с собой ключ от бункера с АБ-014 на случай альтернативной выхода. И ещё один квест в лесу. Он от терапевта. Мне нужно взять образцы крови с фургона. Поэтому идём за ЧВК. Идём в лес. Дневное время, конечно. Страхуем. А тут страховать-то нечего особо. РПС-ку только если. Ну и всё. Погнали делать квесты. Короче, в самое пекло придётся лезть. Чё-то мандраж какой-то и сейчас. Ну ничего. Квесты выполнятся. В том случае, если я буду их выполнять. По-другому никак. Так, ЗБ-16 на мосту, ворота. Это я, получается, где-то примерно возле Дома Диких. Чё-то вали. Да, это окраина, да? Это окраина. Значит, у меня здесь спаун напротив. Пойду по краю карты. Камеру в подсумок, так как она стоит около полтинника. А патрон у меня ещё есть. Дома. Боты мне не интересны. Мне ЧВК не интересны. Мне интересно за один рейд пробежать, всё это пометить, всё забрать. Ну, за один рейд, конечно, большой замах. Ну ничего. Мы будем потихоньку пытаться выполнять всё это дело. В общем, вдоль карты. Потихоньку. Через времянку в лесу. Пока тихо. Поскорее хочется избавиться от квестовых предметов. От этих маячков, камеры, очки, балаклавы, эти все арафатки. Это много возни. Каждый раз закупаться ими. Если этот квест не делается сразу, приходится несколько раз загружаться и закупаться этим, то это начинает раздражать, надоедать. Поэтому будем быстры. Буду быстры, как ветер. Ближайшее место попутнее. Это Меченка. Меченый круг здесь недалеко от КПП. Но на КПП я заходить не буду. Можно было перебежать. Но я сейчас, если зигзаги нарисовывать буду, то мне придётся по открытой местности там бегать. А этого делать нежелательно. Так что я технично сейчас здесь Меченку замаячу. Куда-то поныкались или ещё не появились? Да ладно, уже должны появиться. Может быть. Где-то КПП, наверное, стянулись уже. А, Меченка. Меченка где-то тут. Слева здесь. Дикий есть. Но трогать я его не буду. Пусть он остаётся здесь, как сигнализация. Если что, ори, братуля. А лучше справляй на поражение по кому-нибудь. Отхожу к палатке. Осмотрюсь, Децл. И к причалу вниз. Так, от одного маяка избавились. Всё, одна Меченка помечена. Есть ещё одна Меченка. Она находится в старой затопленной деревне. На новой территории. Но туда мы пока не пойдём. У нас здесь самый большой пункт, где я выгружу таблетки ещё. Но можно ещё жахнуть. Где я выгружу кучу целую. Полрюкзака у меня тут только одних квестовых предметов. Надо выгружать это всё. Ага. Кем-то занимаются с той стороны. Пока они отвлечены, увлечены друг другом. Фу, будем надеяться, что... Сюда никто не будет обращать внимания. Поехали. Wi-Fi камера. Отлично. Wi-Fi камера готова. Здесь на причале мне нужно... Для барахольщика закладывать. Погнали. Блин, маскировка какая долгая. 20 секунд. Ушки на макушке. И смотрим в оба. Открываю, закрываю инвентарь. Сразу появляется сообщение, что можно положить предмет. Чтобы не отходить, не подходить, не шуметь лишний раз по дереву, не топать. Второй готов. Третий пошёл. Последний. Это, пожалуй, одно из самых сложных. Закладывать на такой открытой местности. Тут же как на ладони всё. Всё. Круто. Я всё заложил. Всё, поскакали. Теперь прямиком идём... Вон уже фургон видно отсюда. На береговой линии. Там... Это чё за хрен ползёт? Дикий, что ли? Дикий, вроде. Попал? По-моему, попал разок. Ай, не очень хорошо, что там... Дикие будут лазить. Ну, ничего страшного. Ладно, забираю тогда... Пробу крови с фургона. Фу, ну, блин, самое сложное сделал. Я больше всего переживал за это. За эту маскировку. Будь она неладна. Так, есть фургон. Врачебная тайна, часть 3. Обнаружили фургон и... Ну, давай. Есть. Есть проба крови. Ой, ключик, смотря, от санатория. 316-й. Пойдёт. Он, по-моему, ничего не стоит. Ну, ладно. Всё, ребята. Развлекайтесь дальше. Лутать ничего не буду. Так, дальше что у нас по плану? Теперь у меня по плану... ...внедриться... ...вглубь леса на старой территории. Находится следующая цель. Прямо возле бункера ЗБ-16. Там такая возвышенность. И там стоят бочки. Ещё ящик лутать можно. Так, тут по прямой можно давануть? Пропустят, нет? Ага. Пошёл ты! В баню! Блин, через кусты стреляют. Как по-родному. Ё-моё, нашумел. Ну... Не страшно, не страшно. Если бы я на... ...полевую базу эту собирался бы... ...это было бы критично. А так-то наоборот. Может быть даже и хорошо, что пока сюда подтянутся, если кто-то решил подтянуться. Мой след уже простынет. Мой след уже простынет. Это наша цель. Это первый из трёх... ...тайник с топливом. Ну, сейчас круг подсчёта солидный дадим. По лесу. Побегать придётся в этом рейде, это точно. Хорошо фильтр поставил. Сейчас ещё и физические навыки всякие прокачивать будем. Всё, пошёл маяк. Маяк на бочку, хабар. К мешочку. Всё. Можно тут не сидеть. Его не нужно прятать. Ага, ЗБ-16. Слушай, а может быть... Он работает? Давай проверю на всякий случай, если... ...вдруг чего. Будет ли смысл сюда бежать или нет. Бункер не работает. Понял. Нет зелёного дыма, ЗБ-16 не работает. Так и запишем. Надо было и в СРФ посмотреть, чё-то я... ...проморгал этот момент. Чисто чтобы быть в курсе, работает ли выход или нет. Чтобы выстраивать маршрут... ...по ситуации. Так, следующая точка... ...это выход на скалах. Чтобы на нём выйти, нужен паракорд или дорог. Но мне выход как таковой не нужен. Там нужна... ...точка. С бочками. В бочках топлива. Тоже маячок там скинем. Вот оно, это ущелье. Там верёвка вон свисает. Дикий, что ли? Да, дикий. Подожди, чё ты? Подожди, подожди. Не, я лучше не буду рисковать. Я тогда дождусь, пока метка... ...приживётся там. Маяк, точнее. Вот ещё выйду. Не дай бог, он мне накинет в глаз. Или в челюсть. И останусь с носом. Всё, ништяк. Кровь войны. Так, осталось два маяка. Сейчас пойдём делать, если дикий выпустит. Чё, ты где? О, вон он. Ух, как он орёт. Я аж сам прочувствовал эту боль. Нормально. На вопли-то вряд ли подскочить. Надумают боты. А вот на выстрелы бы точно тут, как тут уже были. Что там, показывай. Не густо, конечно. О, водичка. Водичка огонь. У меня ещё пожрать есть, да, цел? О, ещё пожрать есть. Всё, живём, парни. О, ещё пожрать. Это я люблю. В общем, готово. Теперь следующий маяк, следующий маяк, следующий маяк. Пойду на затопленный хутор. Там будем вторую меченку метить. Пробежаться придётся. Продолжение следует... Вот он, он затопленный. Я его называю. Вы не обращайте внимания, если я некоторые вещи называю не своими именами. Я потому что игрок не командный. Я сам себе выдумываю, как называть эти или иные места. Чё такое? Ха-ха, я подумал, что это локоть торчит чей-то из текстуры. О, непорядок. Штаган. Поросята, поросята. О, СМБ заберём. Возле одной из хат. Со двора которой видно церковь затопленную. Должны быть развешаны сети. Значит, это та самая хата, которая нам нужна будет. О, вижу церковь, вижу сети. Заходим. И вот он, круг меченый. Всё, есть маяк. Хорошо. Теперь... Теперь куда? Теперь, знаете, куда? Теперь на исходную, откуда примерно пришёл. Здорово, что народу-то нет на карте. Так-то квесты, конечно. Выполняются. Будь здоров. Всё, отлично. Есть ещё один маяк. Всё, секта пометили обе... Оба круга. Время пожрать. Приём пищи. По расписанию. Вот точно, на весь рейд хватит. Теперь мне энергии, гидрации. В общем, смотри, сейчас попитоним. И опять же, через весь лес... Мне теперь нужны бочки. Да там были вы. Каждый был там. Он давно уже там, это место. Там такой валун огромный. И под этим валуном два ящика зелёных. С лутом. И там же топливо. Как раз недалеко от КПП с Тойотой, в которой медицина в багажнике. Мне к этой Тойоте тоже надо будет подскочить. Может, через... Вверх всё-таки, а? Давай через верх сходим. Чё-то этот бережок не внушает мне доверие. О, а здесь, если чё, куда-нибудь сныкаться можно будет. Или в лесок, или там потеряться, где-нибудь наверху. Плево нет. Опа. Ага, вижу. Бежит. Ещё кто-то. Точно. Это кто? Ух ты Мать твою, чувака Блин, он меня что, преследовал, что ли, получается? Он меня преследовал Не-не-не-не-не-не Не-не-не-не-не Мне такое, блин, офигеть Это ж Как хорошо, что я здесь не пошел сразу, а? Он точно ждал момента, пока я пооткрыто где-нибудь побегу Пошел ты в баню Мне не нужны ни боты, ни чувака Нормально, нормально Ушел от погони Все, нафиг, короче Воюйте там сами, развлекайтесь как хотите Я сейчас тогда магазин накидаю Патронов Здесь присядем под кустиком Как раз подкопится сейчас выносливость И в аккурат выдвинусь тогда на КПП Нафиг, манал, я сейчас рисковать всем этим делом Уж лучше я добью этот квест С пометкой Пока есть такая возможность Но согласись, глупо было бы Провалить квест просто из-за того, что там чувак какой-то вышел И ты решил Подбить его Все, пошли дальше Все правильно На север Это получается гнездо Да Да, точно, это гнездо Я его так назвал Потому что на горе такая ямка А это Лагерь Юсеков С той стороны, возможно, этот товарищ прискакать может С этого гнезда Это потрясный просто обзор Правда, орлиное гнездо Ладно, нам Путь вроде открыт Так, примерно на северо-запад Северо-северо-запад В этом направлении От гнезда А вон он, по-моему, этот камень Вижу я его Вон КПП слева Нет, нет, это чуть правее Слишком маленькие Во-во-во, точно, это он А КПП нет там диких Я же туда под... О, здрасте Наш клиент Есть кабанчик Зашибись Мне-то все равно туда потом возвращаться Мне нужно будет с машины Там одну железяку забрать Вот одного шумящего меньше будет Вот они, эти камни Вот они, эти бочки Маячу И посмотрим, что по-добру Так, по-добру ПСО Первый БП ПСО свой можно Он застрахован? А нет, не застрахован А по-моему, этот ПСО поинтересней Там рисунок должен быть другой По-моему Прицела Или это На М Да, это на М На модернизированном Ладно, фиксуем Задо по цвету этот больше подходит Все, маяки все Я заложил, какие нужно было Все здорово Мне единственное, что осталось Это забрать два предмета По ленд-лизу Один из них В этой черной Тойоте За временкой Можно, по-моему, идти Нет никого Если есть, я их не вижу Они, говорит, есть Ты видишь, вот и я не вижу А они есть О, БТ, БТ Нормально, нормально Как раз мне на Калашик БТ, БП Патронов Наковырял Все не покупать Хотя они стоят там По 250 рублей БТ, Патрон народный Дешевеет Так, вот она, эта штука Стоп Ну давай, родимый Рассказывай О, стараканили пушку Стараканили пушку Значит, где-то Бота тут лазит Как минимум Ксюха, видать, была Или что Или калаш какой Где ты, гад Вон он 105 Нет, это не его Это не его Это еще один, значит, будет есть О, сюров можно вытряхнуть В ПС-ках Не пойдет Так, я слышу Слева кого-то Подожди Подожди А это точно тот Бот Который стараканил Или это не Бот Который пушку-то Утащил Покажись Вы че, блин, капец Стреляете-то через кусты Ядреный корень У меня бинта нет Ладно Нормально, нормально Живем Вот он с Ксюхи Едал сейчас, по-моему Я не вижу Я его, да пошел Ты тебя высматривать Там В пустах Сейчас Ухо Прострелят Сейчас Да, давай подлечимся Прежде чем На лесопилку Педалить Вообще не очень Такая идея Конечно Его в спине Там оставлять Но он зааграный Зареза А боты Когда зааграны Блин, на них Выходить Вообще опасно Их либо подавлять Огнем надо Чтобы они В панику И валить начали Либо внезапно Пока они не видят Шлепать Лучше мы тут Посмотрим А, вон он бежит Ой, второй тут Ой, третий тут Ядреный корень Ай, хорош Хорош Штурман Размотал меня Просто Как тузик Грелку Ну а чё Понятно Выскочил Нос высунул Свой Что там Для кого Улыбальником Торговать Кто бы Симон 1 Два патрона И я дома Хорош Чертяка Наказал Я поторопился Дурак Готово Железяка Мы сейчас Еще один квест Закроем За счет убежища И биткоин Сварился у меня Живем Бар Квест импорт Я закрываю Ирфит Сварился Все отлично Оооо 3 биткоина Еще он мне дает Теплак дает Который под миллион Стоит Видеокарта Полтора миллиона Все прожадать Коядрени фени Так Проба крови Надо будет заново Делать этот квест А Вайфай камера Защитана Отлично Ленд-лиз Не защитана Завершаем Благодарность Горячая доставка Новый квест И ночь распродаж А ну это на развязку Пахнет развязкой В следующем выпуске Пацаны В общем Снова надо педалить в лес Нужно выжать Выйти с локации лес Чтобы закрыть кровь Войны Но это само по себе Выполнится Если я Заберу пробу крови И отнесу ее терапевту Плюс хочу Тарковский стрелок Часть шестую Попробовать Доделать Я возьму с собой Болтовку Есть у меня там один Беспроигрышный вариант Который не жалко Мне сейчас немножко Тарганута туда-сюда Короче парни Сотри Живем 6 миллионов Мать моя женщина Нифига себе Зажировал-то Ты глядишь Уже и схрон Следующего уровня Начнем качать Беру с собой ВПО снайперскую Буду Пытаться найти Снайпера Ну и МП5 Это так чисто Чтобы быть Мобильным Быстрым Шустрым Долго возиться не буду Постараюсь Быстрый рейд сделать ЧВК Лес 16.22 Нормальное время Страхуем И вперед И с песнями Поехали В общем смотри Мне нужно забрать Еще раз попытаться Пробу крови И вынести ее Забрать по ленд-лизу Два предмета И если будет Снайпер на скале Я в любом случае Там проходить буду Возле лесопилки Если будет Снайпер на скале Постараться снять Снайпера А то этот квест Тарковский стрелок Висит уже Черт не знает Сколько Надо доделывать Так не пойдет Забы 16 Все то же самое Что ли Точно Значит я где Значит я Опять там же Походу Да Возле Подожди Или где это Похоже на В смысле В смысле Потерялся А ну все Правильно Правильно же иду Да Дом диких Вижу крышу Все точно Я точно там же Примерно заспаунился Сейчас Все Прогутовим Все Полный автомат Режим огня Патроны Все Как положено А ну вот Пеньки передо мной Все все правильно Я через ЗБ иду Тогда прямиком В первую очередь На КПП заглянем А давай со скалы Глянем Что там почем А может по тихому Получится Зачистить блокпост Они уже Соткопраться Понял Сто процентов Там вот и трутся Нету Ну и ладно Даже если там движ будет какой-то Я долго там тусоваться не буду О Ну вот Так и думал Сейчас только Ой еще один Только подошел И боты подскочили Вопс Вояка Блин Магазин не зарядил Ай На самой На самой открытой местности Блин Где я должен был убивать Кто эти Твою мать Еще споткнулся Откуда там Так Придется пошуметь У меня на Гадюку нет Просто глушителя Хотя Мне вообще пофиг Давай даже наоборот Это Будет хорошо Если я пошумлю Он там будет сидеть Сейчас в укрытии До решачьей паски Опа Понятно Понятно Кто-то к лесопилке Подъехал Че ты Отлично Ничего не лутаю Быстро забираю Короче Железяку Здесь В салоне Шум есть Куднякова Услышали Дверь не буду закрывать Специально Чтобы Понимание было Что здесь кто-то Лутался Пока они будут Высматривать Выглядывать Я Техноечно Обойду Все это добро И попробую К скале Подойти Если там Дикого Хотя Скорее всего Его уже Подстрелили Раз там Лазят Как у себя дома Ладно Сейчас мы Это все проверим Пока сам Не увижу Своими глазами Не поверю Пойдем смотреть Снайпера Вот отсюда Примерно Я его О Вижу Братела Я тебя ищу Уже Несколько Недель Иди сюда Качок Ибаны Блять Промазал Я на первый раз попал Лифа сотка Сейчас он там Кирпичей Вытряхнется Штанин И вернется Как пить Дать О Стволом Маячит Смотри Точно Ствол Торчит Точно Слушай А что Если Чуть Правее Смещусь Не Нафиг Я тут Сидеть Выжелать Его Сидит Сидит Попробуем Даст это Что-нибудь Нет О да Вот он Как на ладони Бам Мимо Готов Готов В этом В этом В этом же Звуке Короткой Очереди Еще то Что я Не слышал Ни одного Выстрела От штурмана И Светлоозерских Значит Можем Смело Полагать Что их Там и нет Вовсе Либо Их Почекрыжили Уже С глушителей Да так Что они Даже Очухаться Не Успели Посмотрю Сейчас Еще раз С той Скалы С сумкой Уже С той Скалы Я Несколько Раз Удачно С штурманом Разбирался Там Удобная Позиция Удобная Более Что он Часто В грудах Стреляет А там Можно Только Башню Вытащить Покрутить Туда Сюда Куда Калашников Ушел Это Там Сидишь Наверху На бревнах Расскажи Снегурочка Где Была Расскажи Камилу Как дела За Тобою Бег Дед Мороз Тихо Тихо Вроде Тихо А что Так Тихо О Так Это уже Это уже На спящем Примерно Калаш Калаш По-моему Тот же Походу Он уже Проскочил Я же Говорю Я его Скорее всего Замолю Блин Здорово Так с умным Видом Что-то там Выдумывать Какую-то Сам себе Стратегию А потом Когда Это Превращается В Реальность Звучит Как будто Я умный Парни Походу Нет Светлоозерских Походу Это Мой Шанс Чик Ага Дикий Дикий Обычный Пойдем Сближаться Таблитосенный Закинемся Не Я не вижу Никого Ох Как мне Сыкотно Выходить Туда Выбез Нали Это Бота Встретил Кто-то С Ксюхи И он Будет Лутать Да Сейчас Это В 1 2 3 Было Лутай Братан Лутай Его Братан Полностью А я Подшумок Сейчас Лутай Прям Конкретно Хорошенько Блядь Беги Я сбежал Так Тоже Можно Оказывается Квесты Делать Пойдем Как Как Пришел Так Ушел Все Зашибись Главное Чтобы на выстрелы Теперь с этой Времянки В лесу Не прискакали Вот он Я смотрю До шума Интерес Проявить Сам Не свой Отхожу К палатке План Таков Маршрут Точнее От палатки Через Низ Если Там На 1 2 3 Лазаю То Его Возможно Прикрывают Да Даже Если Не Прикрывают То В той Стороне Вся Возня Была Если Прикрывают То С той Стороны С возвышенности И проще Гораздо Прикрывать Так Что мы Здесь По низам Даль Водички Технично У палатки Тишина Все Он там До сих пор Это здорово Это значит Мне здесь По низине Зеленый Зеленый Свет Это все Сзади Все Хорошо Все Пацаны За образцами Идем Чисто С Богом Можно В СРФ Поглядеть Отсюда Не знаю Правда Увижу Или Не увижу Сейчас Чуть В ущелье Какой-нибудь Завнедрюсь В углу Отсюда Посмотрим О О О И нифига По-моему В СРФ Не работает Ну и Пофиг Пойдем Образец Заберем Надо будет Вытащить Этот Образец Блин Надо Выжить Надо Выжить Ох Не хочется Мне опять Спускаться Туда В этот Котел За Ленд-лизовским Предметом В пикат Ух Там Все Сжимается У меня В груди Бегает Кто-то Есть Образец Это Контейнер Показалось Красная Куртка Мелькнула А Да Вот Он Домой Эй Опять Я не вижу Нифига Откуда Стреляет С кустов Кустовые Войска Мать Вашу Что Ускакал Вроде Стреляет Больше Сейчас Был Лоб В лоб С каким Нибудь Снайперю Каким Педристом Здесь На скалах Не Долбануться В десна Не Тишина На Тоненького На Тоненького Не Нафиг Манал я Пошел я Домой Не работает ВСРФ Выход Нет Зеленого Дыма Значит Выйти Невозможно Но мы Не расстраиваемся Дальше У нас По пути Ботов Быть Не должно Если Будут То Это Будут Либо Челобота Либо ЧВК А Здесь Особо Лутать Нечего Вдоль Этой Дороги Только Если Там На МЧС Где-то Тереться Хвоста Нет Хвоста Не Вижу Сейчас Похлопаем Тут По сумке Все Вот Эта Дорога Которая Вдоль Которой Я Сижу Один Конец Этой Дороги Упирается В блокпост ВСРФ А Противоположный Конец Дороги Упирается В блокпост ООН Блокпост ООН Стабильно Работает Четвертый Класс Без защиты Ушей Но Нормально Тоже Без защиты Ушей И третий Класс В общем Вдоль Вдоль Дороги Прямиком Места Не особо Людные Северный Южный Какой он там Северный По моему Тут Тут еще По пути Есть Один Выход Но Этот Выход Я даже Не знаю Зачем Его сделали Ебогу Тайник Тайник По моему Где-то Тут Был Точно Тайничела Малышники Шланг Болты Даже По барахлу Кое-что Есть Остальное Все По страховке Вернется Нормалек Нормалек Я Одной Ногой Уже На выходе Короче Вот Они Ворота Заводские По моему Да Ворота Завода Найти Проводника Нужно Для ЧВК Проводник Это Дикий Для Дикого Проводник Это ЧВК Я не знаю Зачем сделали Это чисто По фану Патрулить Так что ли Ну чтоб Конкретно Пользовались Им Я не встречал Так может Быть Поприкалываться Кто-то Если Совершенно Случайно Но выход Абсолютно Непрактичный Да он Еще и Находится Посреди Двух Выходов Зачем Он здесь Нужен Если бы Требовался Какой-то Ключ Там Или еще Что-нибудь Я бы Понял Типа Какого-нибудь Одноразового Применения Да Все я на месте Это выход Он Это южный пост А я почему-то думал Что это Северный пост Ну ладно Я и здесь Буду Это пацанчику 169 метров В ногу Оказывается Убил Наверху Который снайпер Передаем Пробу крови Терапевту Закрываем Врачебная тайна Часть 3 Квест Отлично Врачебная тайна Часть 4 Квест У меня автоматом Выполнился Потому что уровень Навыка здоровья У меня уже прокачан Физкультурник А мой Восьмой уровень Он нужен до десятого А тут Частная клиника Наконец-то Есть у меня И офтальмоскоп И ледекс Есть у меня С галкой Пацаны Кейз для вещей Сик Это миллионов Двадцать пять Это прокачка Это прокачка Убежища Как пить дать Врачебная тайна Часть 5 Вместо закладки На ночном заводе Три пороха Там заложить Ой, мать твоя Женщина Ладно Заложим Как-нибудь В здоровом теле Здоровый дух За 400 тысяч рублей Она предлагает Повысить навык здоровья На два уровня И я выполню Еще и Физкультурник Так что платим 400 тысяч сюда И автоматом Закрывается Физкультурник у меня Два квеста Бам За 400 тысяч Передаю по ленд-лизу Два предмета Которые С зубами вырвал И один контроллер Остается Но он на лазурном На берегу Кровь войны Часть третья Завершается тоже квест Так как я выжил Вышел с локации Красиво жить не забратишь Часть вторая Вот здесь я Застрываю Потому что у меня нет Ни чайника Ни вазы антикварной Обычно к этому моменту У меня уже все предметы есть Но не в этом вайпе Ничего Придется шакалить По Сейфам Тарковский стрелок Часть 6 Всего один бот Остался у меня Снайпер Я все-таки предлагаю Сходить еще раз На лес Но это уже будет Ну очень быстро И рейд Только убить И убежать домой Все Сик контейнер Чтобы продать Оооо 34 миллиона Продать Блин у меня сейчас Наверное Оооо Почти 5 миллионов У меня Комиссия Но будем надеяться Что улетит быстро Если быстро не продастся Значит все Значит я 5 миллионов Короче профукаю А это Неприятная Конечно Досадная Ситуевина будет Ну пожалуй рискну В общем, не покупали, не покупали его, а я смотрю, тут уже цена упала, блин, надо было за 25 миллионов мне его выставлять. Он провисит 11 еще часов на барахолке. Если он слетит и его не купят, то я потеряю 4 миллиона 800 там чем-то тысяч, которые я отдал за комиссию, и у меня жестко упадет репутация торговца. Хреново. Но ничего, я рискнул и я проиграл, такое бывает. Продадим, как вернется, галочка на нем в любом случае останется. Так, ЧВК, лес, 9.30 утра, и все, ВПО беру, только больше ничего с собой не беру. Попытаюсь быстренько сделать этот квест. Если быстро сделаю квест с убийством дикого снайпера, то отправлюсь на завод, именно для этого я оставил гадюку на складе. Хочется верить, что будет удачный такой какой-нибудь спаун где-нибудь недалеко. Вот блок поставили поближе к лесопилке, чтобы просто подскочить, шмальнуть, и там вообще пофиг, хоть трава не расти, хоть сдохнуть можно. Там не обязательно выживать. Так, так, ЗБ-14, ворота завода, это че это, где это я? Блин, опять я теряюсь тут нафиг. Ну я примерно. Ну да. На север надо. На север. На север. Подожди, а че это тут минные поля? Ооо, я куда пришел-то? Где табличка? А вот табличка. Блин. А почему? Нет, там юг. Там мне ловить нечего. Тут гора должна быть. Да, вон она гора. Большая. What the fuck? У меня точно не сюда. Я почему-то думал, что я возле базовой станции этой появился, где бункер диких. А, вон она базовая станция слева. Все. Я, оказывается, по эту сторону от прудов появился. Вот тормоз. Все, нормально, нормально. Я сориентировался. Вон она колонна прапора. Все понятно. Да, мне на север. Но если на север я сейчас пойду, то я через палатки эти пойду. Через лагерь юсеков. А там народ пасется обычно. Так что... На северо... На северо-запад. Северо-северо-запад примерно. Вот эта дорога вообще, по идее, где колонна вот эта стоит, она в аккурат выводит к скале этой снайперской. Так что у меня по правую сторону от этой дороги. И все. Нормалек. Сейчас сориентируемся. Главное не останавливаться. Блин, далековато, заспавнил. Ну ничего, пробежимся. А, квадратная. А, вон она передо мной. Все, точно, 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 точно. Я сейчас выйду, значит... Я сейчас выйду, значит, если в этот овраг спущусь, как раз, как и в прошлый раз, на ту же самую позицию. Прямо один в один. Ну, скажи, что-то есть, пожалуйста. О, на месте. Пацаны! Пацаны! Вон на месте. Есть. Попал. Винтовка до четвертого. Быстрее, быстрее. Так. Напрахо. Раз, два. Ну давай. Попади. Твою мать. Да некогда мне возиться-то с тобой. Пожалуйста. Блин. Хочешь побыстрее, как всегда, начинается что-то не то. Чё-то не так. Всё, убил. Фу. Наконец-то ты помер, зараза. И что, помер, наверное, за счёт того, что пуля криво полетела. Я же в прошлый раз-то в ногу убил. Надо было выше гораздо брать. Вот капец. Не, всё, я с ВПО больше не хочу играть. Лучше я куплю себе Мосинку. Монте-Карло ложе возьму и всё. Куда проще с этим патроном. 7,62 будет, чем с этими камнями. Всё, домой. Вот тут мы уже были. Вы уже в курсе, что тут к чему. Ключ от ЗБ-14 бункера у меня есть. Так что, если бункер сейчас горит... БСК заберём. Я на бункере выйду. Не буду выпендриваться тут. Выстреливать, выцеливать кого-то. Быстрый-быстрый рейд сделаем. А если с той стороны кто-то будет поглядывать в эту сторону, то я по-хытрому. Сейчас же можно с двух сторон этого забора лазить. Будет смотреть на забор, а там нет никого. Адиса за забором бежит. Иса хытрый. Я никого. Сыкат на безоружие. Это дополнительное. Для ближней дистанции-то. ЗБ работает. Значит, я пошёл домой. А ещё тут можно будет посмотреть, если ничего не лутано. Сумка, ящик, даже два. О, нормас. Нет ничего. Точнее, не лутано ничего. Зиба. А так можно было бы всё забирать. Чего пендривая всё равно на выходе. Хе-хе, кукиш. О, пойдёт. Всё. Ну чё, парни. Хороший рейд, мать моя женщина. Сорок одна минута ещё до конца рейда. Нифига, я давно так рано не выходил с леса, по крайней мере, точно. Что там у нас по времени? Да, тоже в ногу убил. Блин, вообще, оказывается, надо гораздо выше брать. Да и хрен с ним. Продам вопу, больше не буду с ним играть. Чё там, парни? Я предлагаю тогда закрыть Тарковский Стрелок, часть шестую. Тарковский Стрелок седьмой забираем. Тут надо с расстояния более 45 метров убить из болтовки с глушителем пятерых бойцов ЧВК. И пойдём на завод, сходим. Времечко у нас есть. Я гадюку, короче, с собой возьму. Так как нам ночной завод нужен. Мне нужно будет присобачить фонарик тогда. Присобачить я фонарик смогу только если поменяю цевьё. По верхнему ресиверу фильтр по связи и кортические цевья. Что-нибудь 3-рэйл вот это пойдёт. 11400. Как раз крепление есть. Фильтр по связи. Дешманскую рукоятку на эргономику. И крепление для фонарика, по-моему, не надо. Да, прям туда и фонарик за собачим. Огонь! Волына готова. И 3 пороха. Один у меня был. Ещё 2 синих пороха. Беру. Ключ от выхода с завода. И на ночной завод мне нужно заложить 3 пороха на ночном заводе. Будем надеяться, что завод будет добр ко мне. Поехали. Все эти 3 пороха нужно заложить по квесту от терапевта. Этот кабинет находится в административке в здании. Нужно подниматься на самый верх. Там одна дверь есть решётчатая, которая ключом открывается. И по соседству есть дверь, которую с ноги можно выбить. Вот именно эта дверь нам и нужна. Заходим туда, закладываем и уходим. Чик-чик, матафака. Будет очень темно. Ночной завод это просто вообще выколи глаза и разницы никакой не будет. Поэтому я буду играть с фонариком. Подсвечивать ничего не буду, потому что я один хрен сам тоже ничего не вижу. Буду играть постоянно с фонариком, чтобы он засветы не давал. В общем, всё будет по чесноку. И вам, и мне. Не слышу никакой возни ни топота, ни скрежета, ни выстрелов, ни взрывов. Пока всё нравится. Пока хочу пойти дальше. На завод. Резонный вопрос будет, типа, чего ты ночнушку там не надеваешь? Ну, пацаны, потому что с ночнушкой мне неудобно. Вот эта лампочка... Кто-то топает. Вот эти все лампочки мне пришлось бы разбивать, чтобы нормально верить с ночнушки. Они бы меня слепили все. А ходить шлёпать лампочки, это, ну, такое-ся. Я тут немножко за другим. Мне и фонарика за глаза хватает. Лучше я в лицо посвечу тому, кто будет... И ночнушку смотреть. Вот она, нужная дверь. Всё, закрываемся? Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По стеклу ко мне поднимаются... А это дикий... Уууу, бляха, ты чё так пугаешь? Ох, а гадюк это как жалит, ты посмотри, вообще красота... Вообще красота, вроде бы ничего, вообще никакие модули, ничего не вешал, а... Такая приятная ППХ, оказывается... Вот, а впилить вообще чисто кайф... Всё, нормально, сейчас тут пошуршим... Чё добудем, не добудем... Главное, что я квест закрыл... Это... Блин, паршивый такой, зараза, квест для соло-игрока... Не самый, конечно, страшный... Будет ещё страшнее квест... Ну, всему своё время... Зайти и полторы минуты сидеть, не дышать... Зашёл в комнату нормальный, вышел седой весь, да? Это как раз про квест такого типа... Свеча... Я не первый раз, кстати, свечу нахожу здесь, в картотеках, именно на заводе... Частенько она появляется... Частенько, частенько... Здесь 18... Ну, можно было бы эту взять, да? Планшет для документов... Ужалюсь морфием и пойду на выход потихоньку... Тут мне делать больше нечего... Попяляемся, чё тут? По трофеям... Бам... Вот гзачок можно староканить... С очка жахнуть... Я из лесу вышел, не пожрал, не попил... Сколько он там влага даёт? С очок... Тридцаточка гидрация... Пойдёт... Впитываем... Ой, метаболизм до седьмого... Сок одобрен... Ну чё, погнали, парни, на выход... Кто-то лазит туда-сюда... Странно, обычно тут... Не продохнуть, не пёрнуть от этих диких... Ха-ха-ха... Вот они, братуля... Ожили-ожили... Вспомни говно, вот оно... Надоело всё... Счастливо оставаться, господа! Это закрываем Это закрываем Это открываем Ха-ха-ха-ха Я сделал еще один квест Все, пацаны, бомбический рейт Такой тишины гробовой Я давно уже на заводе не слышал Готово 8 минут полторашка Стиляги в черепушку накидали Блин, гадюка, хорошая пушка Хорошая пушка Мне понравилась по ботам Завершаем врачебная тайна, часть 5 На заводе мы заложили добро И открывается служба дезинфекции Которая ведет нас снова на развязку Где нужно настрелять 40 диких С расстояния не более 60 метров В респираторе или портевой газе До сих пор не продался мой кейс Я боюсь, что я 5 миллионов потерял Но это не страшно В общем и целом, если брать То сегодня кучу целых интересных квестов переделал Максимально опасных И вот это вот можно мы продадим Можно продать, да, медикаментов Кейс Нужды в нем нет Галка на нем есть Значит, кейс превращается в деньги Миротворец готов открыться Тоже четвертого уровня Это еще один торговец за сегодня будет Мне нужно будет у него просто прикупить 6 тысяч долларов Миротворец Тоже максимального уровня прокачки И параллельно буду потихоньку Заходить в схрон Варить тряпки Варить кек Там одну ленту, по-моему, мне надо еще В общем, квесты будут Пассивно, которые выполняются Буду пассивно выполнять Варка в санузле будет постоянной Ну и плюс биткоины Теперь у меня вечно варятся Если бы не варка биткоинов То можно было бы отключить генераторы При этом сохранить фильтр Который я поставил В воздушный фильтратор Но биткоин более выгодно Чем экономия на фильтраторе Пусть лучше я биткоин один продам Плюс деньги будут Плюс фильтр И что страшного Это хорошее вложение, я думаю В 40% буст К прокачке физических навыков Хорошие сегодня получились рейды В следующем выпуске Я, скорее всего, пойду на локацию Развязка Туда теперь все стрелы показывают Ну а на сегодня у меня все Всем спасибо за внимание Надеюсь, выпуск был интересным Спасибо огромное еще раз за поддержку Увидимся, услышимся В 24-м уже выпуске Всем удачи Спокойных рейдов До свидания Субтитры создавал DimaTorzok